Я святую, причистую, преблагословенную, славную владычницу нашему Городицу. На минувших выходных верующие отметили один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне. Накануне прихожане церквей соблюдали несколько правил – постились, причащались и исповедовались. Считается, что такие православные обычаи очищают душу и сердце от содеянных грехов и дают человеку возможность раскаяться. По традиции, в Крещенскую ночь священнослужители провели в храмах городского округа торжественную литургию и осветили воды, рек, озер и купелей. После этого можно совершать обряд омовения. Верующий человек должен войти в купель и трижды окунуться с головой. Кто-то может посчитать, что нам немножко не повезло с погодой, что традиционно нет выхода на лед, и именно купание в проруби в проточной воде. Но здесь тоже проточная вода, она постоянно заливается и выливается, то есть здесь абсолютно соблюден принцип проточной воды. И мы очень надеемся, что у наших жителей, которые сегодня каждый, опускаясь в воду, загадал желание, пожелал здоровья себе, своим близким, чтобы все было хорошо. В этом году в Химках оборудовали четыре точки массовых купаний – в парке «Экоберег» на Левом берегу, в парке имени Величко и на территории Академии гражданской защиты в Новогорске. Основной площадкой стала автомобильная парковка на территории арены Химки. На входе дежурили сотрудники полиции, чтобы не допустить докупания пьяных. Такое состояние может быть опасно для жизни и здоровья. Прибрежную полосу также контролировали спасатели от попыток поплавать в открытой воде. Для переодевания и обогрева паломников предусмотрели большие палатки. Купелей установили три. В одной из них вода была подогрета до 20 градусов тепла. Эмоции непередаваемые. Желаю всем мира, добра и здоровья, самое главное. Здорово, холодно, колики по всему телу. А там была теплая купель плюс 20 градусов. Почему туда не пошли? Ну, потому что привык холодный. Нет, не холодно. Погода в этом году, к сожалению, не радует нас крещенскими морозами. Но вода достаточно комфортная, очень хорошая организация, поэтому всем советую. Согреться после погружения в воду можно было в передвижной бане. Также гостей праздника бесплатно угощали горячим чаем с чабрецом и сладостями. Чай горячий с лимоном, сухарики, конфетки, бараночки. Все, чтобы люди не замерзли, подходили, грелись, чтобы было хорошее настроение. В этот раз в крещенских купаниях приняли участие около 10 тысяч химчан. С каждым годом эта цифра увеличивается. Считается, что даже в самый сильный мороз верующие не простужаются, а наоборот набираются сил на долгие годы. Продолжение следует...